Орбитальные спутники, луноходы, межпланетные ракеты и макеты самолетов. Это далеко не полный список экспонатов в музее НПО имени Лавочкина. Работники завода с гордостью говорят о том, что за 84 года своего существования здесь смогли наладить производство не только самолетов, но и высокотехнологичных космических аппаратов и разгонных блоков. В честь дня рождения завода в музее прошла праздничная экскурсия. Сверху радиатор-охладитель, вот такая зеркальная панель, а панель солнечных батарей, фотоэлектрическая панель, она открывается к крышке. Лунной ночью она закрывается, а как видели на фотографии той, снаружи крышка также зашивается крановакуумной термоизоляцией. И вот этот слой, он сохраняет температуру лунохода даже в черноте и бездушном пространстве лунной ночи, когда сам луноход должен был излучать тепло, по идее. На экскурсию пришли работники предприятия, представители молодой гвардии и лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить», которые принимали активное участие в собраниях трудового коллектива завода. Тогда сотрудники предприятия выступили с инициативой создать общий музей предприятия космической отрасли, чтобы посетить его мог любой желающий. На выставке представлено 30 технологических образцов летающих в космос аппаратов. Эти образцы проходили испытания на Земле, и потом на их основе конструкторы строили точно такие же аппараты и запускали их в космос. Это предприятие внесло просто колоссальный вклад и во времена Великой Отечественной войны, и в развитии космоса рассказали о программах, которые готовятся в будущем. Здесь же можно увидеть автоматическую межпланетную станцию «Венера-4». Она 128 суток летела до Венеры и впервые измерила температуру, плотность и химический состав атмосферы планеты. Все эти космические аппараты были сконструированы на заводе имени Лавочкина. Сейчас это ведущее предприятие ракетно-космической промышленности в мире. По словам лидера движения общественной поддержки «Химки интересно жить» Татьяны Кавторевой, производственные достижения предприятия и результаты работы его сотрудников – это наглядный пример того, что когда люди все вместе слаженно берутся за дело, то им покоряется даже космос. И очень приятно, что в деле его освоения предприятия города играют самые ведущие роли. Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.